здравствуйте меня зовут елена вы на канале сортовые пеларгонии в моей коллекции в 250 сортов пеларгоний что же я сегодня обнаружила на растении пришла поливать и ужас эмоции эмоции сперва давайте поговорим об этом вот такой ужас это самый ужасный листик вот такие пятнышки как вы можете видеть мелкие точки как будто следы проколов подсохшая часть наружная часть листа вот дальше смотрим сейчас я разверну у меня осталось всего лишь два сорта плющелистной пеларгонии это пеларгония одна из них сейчас плющелистной пеларгонии не покупаю потому что для них показана холодная зимовка для обильного цветения в теплое время года вот посмотрите еще какой красивый в кавычках листик совсем что же случилось я поливала около недели назад и вот сейчас такая картина увы такое бывает каждому кто любит цветы приходится сталкиваться с какими-то неприятными сюрпризами еще обнаружила смотрите паутинка ничего не убираю показывал как есть досмотрите до конца мое видео и и мы поговорим на тему о насекомых опять о насекомых эта тема очень неприятная но важная вооружен знаниями значит можешь защитить свои растения и разобраться в тех проблемах которые могут встретиться в дальнейшем при выращивании пеларгонии и не только других растений что же случилось с этим растением я видимо обильно полила его на улице температура опустилась ночью было до минус пятнадцати это самая холл холодная комната в квартире угловая да еще выходит на север клетки были наполнены влагой и от понижения температуры в том числе на окне клетки полопались и получилась вот такая жуткая картина точки это разорвавшиеся клетки кстати очень часто именно у плющелистных щитовидных пеларгоний встречается такая картина не только в холодное время но бывает и летом у них не очень красивый внутренние не очень красивая внутренняя часть листа это называется водянка или отек листа вот посмотрите на этой же ветке вы можете заметить абсолютно здоровый листик наружная часть него чистая и внутренняя часть листа тоже чистая с минимальными изменениями наибольшее давление жидкости в этом листе было в этой части вот как поступила влага и сразу начали разрываться клеточки вполне возможно еще это веткам соприкасалась холодным стеклом и из-за этого пошел такой бурный процесс также с внутренней части листа у плющелистных пеларгоний могут не только встречаться точки но и как будто бы бугорки это тоже может напугать но на самом деле ничего страшного такая особенность этих пеларгоний не стоит переживать обратите внимание какой сочный ярко зеленый цвет листьев это говорит о том что нет воздействия никаких вредителей если у вас есть сомнения обязательно обращайте на цвет листьев посмотрите растение здоровая и можно сказать что растение практически не страдает что касается паутинки очень часто паутинный клещ образует тоненькие такие паутинки я показывала до этого паутинку но мне кажется все таки что это паутинка от паука потому что у паутинного клеща она потоньше и еще паутинный клещ очень любит лакомиться на верхушках растений молоденькими сочными вкусными листиками посмотрите вот на этой же веточке растут молоденькие листики они безо всяких изменений и это говорит о том что паутинного клеща здесь нет поэтому если вы обнаружили что-то подозрительное или какое-то насекомое на своем растение самое главное это не паниковать а попробовать спокойно разобраться обдумать эту ситуацию да еще что касается плющелесных пеларгоний очень часто кустики у них не получаются компактными вот такие длинные вытянувшие ветки и это все нужно разместить и еще дождаться их цветения поэтому собственно говоря я и отказалась от плющелесных пеларгоний и довела их количество до минимума своей коллекции если вам понравилось это видео ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал готовлю новые видео для вас надеюсь они будут вам для вас интересными и полезными пока пока